Отчет по практической работе номер 1 на тему «Табличный процессор Excel. Настройка новой рабочей книги» выполнила Просанова Карина Александровна группа ГМВ-16. Содержание введения. Для хранения и автоматизации расчета данных, представленных в табличной форме, используют Excel. Документы, созданные в среде Excel, называют рабочими книгами. Рабочие книги записываются как файл с разрешением Excel. Рабочие книги по аналогии с обычной книгой могут содержать расположенные в произвольном порядке листы, которые служат для организации и анализа данных. Листы могут быть разного типа – рабочими листами, модулями и диаграммами. Можно вводить и изменять данные на любых листах, выполнять вычисления на основе данных из нескольких листов. Имена листов отображаются на ярлыках в нижней части окна книги. Для перехода с одного листа на другой следует щелкнуть мышью по соответствующему ярлыку. Рабочее поле Excel – это электронная таблица, состоящая из столбцов и строк. Название столбцов – буква или две буквы латинского алфавита. Каждая строка таблицы пронумерована. Размер таблицы фиксирован. Число столбцов – 256. Строк – 16384. Основная часть. Задание. Создайте электронную таблицу учета результатов экзаменационной сессии студентов. Первое. Создайте рабочую книгу. На своем ноутбуке или компьютере мы запускаем пуск. В приложениях ищем программу Excel. Открываем. Выбираем пустую книгу. И после этого открывается окно программы Excel. Внешний вид книги Excel. Второе задание. Выполните настройку книги. В поисковой строке вводим параметры. Выбираем параметры. Главная страница. Перед нами открывается диалоговое окно. Вкладка «Общие». В этой вкладке мы устанавливаем данные нам параметры. После чего мы открываем вкладку «Вид». Также устанавливаем данные параметры. После открываем вкладку «Вычисления». Все тоже самое устанавливаем данные параметры. После открываем вкладку «Правка». Там также устанавливаем данные параметры. Третье. Освоение технологии переименования листов книги. Для того, чтобы переименовать лист, нужно установить курсор мыши на «Лист 1», вызовав правой клавишей мыши «Контекстное меню». Открывается контекстное меню. Там мы выбираем «Переименовать». Выбираем команду «Переименовать». И вводим новое название таблицы. В нашем случае – учет результатов сессии студентов. Четвертое. Сохранение рабочей книги. Для того, чтобы сохранить рабочую книгу, нужно нажать на «Файл», после чего мы сохраняем «Как» и вводим имя файла и тип файла. И сохраняем. Пятое. Приобретение навыков работы в среде Excel. Нам представлены названия технологической операции и технология выполнения данных операций. Для того, чтобы выделить все листы, нужно вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши и выбрать команду «Выделить все листы». Для того, чтобы разгруппировать все листы, нужно вызвать контекстное меню и нажать кнопку «Расгруппировать листы». Для того, чтобы удалить лист, нужно вызвать контекстное меню и в нем выбрать команду «Удалить». Для того, чтобы вставить, нужно вызвать контекстное меню, выбрать команду «Вставить», после чего нам открывается диалоговое окно, мы выбираем лист, нажимаем «Ок». Это нужно для того, чтобы новый лист вставился перед выбранным. Также нам представлены операции и выполнение их. Для того, чтобы скрыть, нужно вызвать контекстное меню и выбрать команду «Скрыть». Таким образом мы скрываем лист рабочей книги. После чего появляется диалоговое окно, в котором мы выбираем, какой лист нам нужно скрыть и нажимаем «Ок». И лист скрывается. Для того, чтобы показать нам этот лист, нужно вызвать контекстное меню, нажать на кнопку «Показать». Там появится диалоговое окно, которое нужно показать. Выбираем и нажимаем «Ок». Для того, чтобы переместить или скопировать данный лист, нужно вызвать контекстное меню и нажать на кнопку «Переместить или скопировать». После чего появится диалоговое окно. В нем мы выбираем, какое будем копировать или перемещать. И нажимаем «Ок». Для того, чтобы осталась копия, мы ставим флажок «Создать копию» и нажимаем «Ок». Здесь представлены источники. Спасибо за внимание. 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 Спасибо за внимание.